МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 25 августа встретил свой замечательный 90-летний юбилей Анастасия Васильевна Самохина. Узнать секрет долголетия отправилась и наша съемочная группа. С прекрасным праздником, 90-летним юбилеем, пришли поздравить уважаемую жительницу села Садовы Анастасию Васильевна Самохина от имени руководства района заместитель главы администрации по социальным вопросам Минзаря Баймурзина, глава сельского поселения Эльдар Бурамбайев, председатель Совета ветеранов войны и труда океанской советы Руцията Блыкаева, а также ее дети, внуки, многочисленные друзья и родственники. С теплым пожеланием вручили ей подарки и открытку президента Российской Федерации Владимира Путина. Уважаемая Анастасия Васильевна, от всей души поздравляем вас с 90-летним юбилеем, желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, бодрости и долголетия. Пусть жизнь состоит из прекрасных моментов, чтобы их восхищением всегда вспоминать. Пускай говорят от души комплименты, что праздник этот отчасти накрыл в летать. Несмотря на долгий и трудный, наполненный чашкой трудом и расставанием с близкими, жизненный путь, Анастасия Васильевна с теплой улыбкой и радостным смехом встречает гостей. Ее дом – полная чаша, где каждому гостю рады. Она все делает по дому сама, удивляясь всем своим трудолюбием и стойкостью. Родилась она в далеком 24-м году в Зелоевском районе. С малых лет трудилась, помогала родителям растить своих трех братьев и сестер, работала на лесосплаве. Нелегкий труд для маленькой девочки. Война забрала ее отца и подарила ей долгую помолвку длиной в пять лет, чтобы потом прожить вместе с мужем Борисом Ивановичем Самохиным душа в душе долгие годы. Она вырастила и подняла на ноги четыре своих детей. Долгие годы работала на благе района. В 60-м году мы в мае сюда приехали, 31 мая мы сюда приехали. И вот с тех пор тут все и живем. Тут я правда, полгода я здесь не работала, а потом ходила тоже в склады мазала, ходила. А три года я работала на этом, на кирпичном летом, а зимой ничего не делала. А потом в школу заступила, и в школе я проработала 15 лет техничкой. Поступала в ту школу, работала в одну углу, вон старый дом стоит. Потом в школу строили я была. И до 49-го года я в школе работала. А уж как ушла на пенсию, я опять не работала. Я мужа схоронила, и больно я сильно болела. Я из Уфы не выезжала из больницы, мне не считали, что я буду живая. У меня и ноги отказывались, и все. Ну, после, как я на пенсию шла, я нигде не работала, не буду говорить. И меня сын не пустил работать. Сказал, хватит, мам. Ты нас выненчила, ты нас выкормила, ты и все. И мы тебя прокормили. Куда тебя так уж сейчас пустить работать? Вон у нас ребятишки, няньши с ними. На нас лежит большая ответственность. Мы должны не только поздравить долгожителей и юбиляров, но и расспрашивать их о тех временах, о событиях нашей страны, ведь они видели, как творилась история. Должны заботиться о них и обеспечивать достойную старость. Самыми теплыми пожеланиями и благодарностью за все Анастасии Самохиной наше Океарское телевидение. Милюша Атанова, Емилия Брагимова, Янур Ахметов. Служба новостей. Село Садовый. 23 августа Океар превратился в Центр рок-музыки Республики. На стадионе «Урожай» прошел третий открытый республиканский башкирский рок-фестиваль «Великая степь». Фестиваль, проходивший в этом году третий раз, впервые был организован в 2011 году и был посвящен 20-летию легендарной башкирской рок-группы «Рух». Далее тема продолжит наш корреспондент. Официальными гостями праздники стали заместитель председателя Государственного собрания Крултай Республики Башкортостан Имабика Ильясова, заместитель министра культуры Республики Башкортостан Лилия Кошерина, заместитель руководителя агентства по печати и средствам массовой информации Марат Газизов, депутат Государственного собрания Крултай Республики Башкортостан, генеральный директор ЗАО «Буребайский ГОК» Рустама Блаев, представители Центра народного творчества, главы, заместители глав и начальники отделов культуры и администрации районов за Урали, Гайского района Оренбургской области. В Хайбуллинском районе я первый раз, давно хотела приехать, посмотреть ваши края, и вот такое хорошее событие, третий, открытый, республиканский, башкирский рок-фестиваль «Великая степь». Впечатления начальные очень хорошие, такие группы колоритные, приглашенные. Это земля, откуда начался рок и продолжается, именно башкирский рок. Поэтому Хайбуллинская земля, она именно традиционно является столицей рок-фестиваля, и я думаю, что это в дальнейшем продолжится. На самом деле этот рок-фестиваль имеет большое историческое значение для хайбуллинцев, потому что именно этот фестиваль, рок-фестиваль, он в республике, он первый и единственный. И поэтому я думаю, что статус этого фестиваля, рок-фестиваля должен быть международным. А для этого, конечно же, у нас в республике есть все позывы, так как сегодня вы сами видели, что раздаются гранты республики Машкортостан от президента республики. Поэтому я думаю, что если фестиваль будет удостоен этого гранта, то у фестиваля большое будущее. И надеюсь, что на самом деле для хайбуллинцев это будет большой праздник, так как для них до столицы далеко на самом деле доехать, а у себя на родине принимать такое количество гостей для них очень радостно, так как хайбуллинцы, они очень гостеприимный народ. Приветствую участников и гостей фестиваля. Глава администрации района Раэль Хазмуратович Ибрагимов отметил, что подобные мероприятия способствуют появлению новых традиций во благо творческих побед, укрепления культурных связей. Фестиваль этого года имел много зрелищных моментов. Шоу парашютистов и байкеров, огневое представление стали самыми яркими моментами. Но в центре внимания были выступления рок-групп, исполняющих песню вживую, без фонограммы. В фестивале приняли участие 84 рок-музыканта из Уфы, Сибаи, Баймака, Хайбуллинского, Кугарчинского, Зьяничуринского, Абделиловского, Бурзианского районов, а также из Республики Казахстан и Оренбургской области. Своё искусство и мастерство продемонстрировали 10 солистов и 12 рок-групп. Рух, Акьяр, Индивид, Глинтвейн, Ахтамыр из Акьяра, Бурюлер, Аргамак из Уфы, Вечер из Сибаи, Уралтау из Зьяничуринского района, Беймбет из Кугарчинского района, Путь к своим из Бурзианского района, а также Нектори из Абделиловского района. В этом фестивале участвуем мы второй раз. В прошлом году я приезжал сюда с соседом, с моим другом. Мы были одни. И вот в этом году тоже нас пригласили. Взяли с собой нашего друга Даньяра. И вот очень понравилось. Хорошая концертная такая программа у вас. Богатая, можно сказать. И всё классно, все сутки. В таком населении, ну, сравнительно немногочисленном, проводят такие масштабные мероприятия. Можно даже сказать, международного масштаба. Так как приезжают гости из Казахстана. И это отмечается, конечно, отдельной галочкой. То, что действительно не каждому району, не каждому посёлку, вот как Акьяр, недоступны такие мероприятия. Приятным сюрпризом для молодёжи стало и выступление диджея Хана клуба «Дарман Проджекс» из города Уфа. Надо отметить, что 23 августа в республике было объявлено «Диско-ночь». По примерным расчётам, мероприятие посетило более 5000 человек. Мы приехали с Баймака, с города Баймака. Приехали, ну, понравилось. Узнали об этом с интернета. Первый раз в таком вот фестивале. У нас впечатления хорошие. Удивило то, что народа здесь много. Как бы не ожидали, что так вот организованно всё тут проходит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мероприятие становится брендовым мероприятием не только района, но и республики. По словам организаторов, со временем региональный фестиваль выйдет на международный уровень. Сегодня ведутся переговоры с телеканалом «Урая» о подготовке фестиваля на президентский грант. Данила Акилов, Аль-Нур Ахметов, Ямиль Ибрагимов, Ильнар Крынгужин. Служба новостей. Трудиться, трудиться и ещё раз трудиться. Именно с таким девизом живёт наша следующая героиня Галина Александровна Стригина из села Бурибай. Именно о ней наш следующий сюжет. Галина Александровна Стригина родилась и выросла в Бурибае. Однако, по велению судьбы, долгие годы прожила в Казахстане. Вернувшись на родину, в 2000 году семья приобретает частный дом, где хозяйка навела чистоту и порядок, разбила клумбы, а в этом году сделала ещё и маленький прудик. В свои 60 она выглядит просто великолепно. На вопрос, в чём же секрет её молодости, отвечает скромно, в труде. Как для любого человека, ей важна забота и внимание, здоровье близких людей. В семьях Стригинах чтит семейные традиции, хранит предметы, в которых история не одного поколения. Одной из главных вещей для неё является шкаф, который сделал своими руками отец Галины Александровны более 50 лет назад. Сейчас отца, к сожалению, уже нет в живых, однако память о нём останется ещё на долгие годы. Наши героини находят применение любым вещам. Казалось бы, простые сапоги уже и не нужные, однако добавь немного красок и фантазии, получается симпатичная клумба. Ну, любых цветов, мне кажется, у всех любых цветов должна быть. Сажаю, поливаю, полю. Ну, уже вот как мы в 2000 году этот дом купили, столько лет в нас. То одно посажу, то другое посажу, то одно посажу, то другое пропадёт. То в лесу выкопали вот, стоит, как оно называется, господи. Ну, с одной стороны тяжело, с другой стороны радостно вроде. Ну, не сказать, что прям тяжело. Ухаживать надо. Ухаживать не будешь, расти не будет. Вовремя полить, вовремя прополоть. На вопрос, что же такое счастье, Галина Александровна ответила с улыбкой. Счастье – это муж, дети, любимые внуки и внучки, которые во время нашей беседы звонили и интересовались её делами. Счастье – это когда выходишь во двор и видишь всю красоту, которую создаёшь своими руками. Гульдас Ибрагимова, Айнур Ахметов, служба новостей, село Бурибай. Более подробную передачу о рок-фестивале «Великая степь» смотрите в следующем выпуске новостей. На этом у нас всё. До свидания. Налоговая инспекция напоминает о необходимости своевременной уплаты налогов с физических лиц. Если вы не получили налоговое уведомление на уплату, необходимо обратиться по адресу в селу Ак-Яр, улица Салат-Юлаева, 20-1.